Дефекты кристаллической структуры существенно влияют на прочность, пластичность и многие другие важные свойства металла. Точечные или нульмерные дефекты, которым принадлежит вакантный узел или внедренный в междоузле атом, имеют во всех измерениях размеры порядка атомных. Окружающие такой дефект атомы смещены из положения равновесия. В области размером до двух атомных диаметров, называемой ядром дефекта, эти смещения особенно велики. Наиболее наглядный механизм образования дислокации это сдвиг. Ядро дислокации имеет макроскопическую длину и диаметр порядка атомных размеров. В районе ядра дислокации можно выделить атомную плоскость, не имеющую продолжения за плоскостью скольжения. Выше края этой плоскости находится область сжатия, а ниже область растяжения. Искажения вокруг дислокации в общем случае не обладают цилиндрической симметрией и убывают обратно пропорционально расстоянию от ядра. Эти искажения обуславливают повышенную травимость металла, что позволяет обнаруживать места выхода дислокации на плоскость шлифа по характерным ямкам травления. Типичными плоскими или двумерными дефектами структуры являются границы зерен. Такие дефекты в двух измерениях имеют макроскопические размеры и только в одном размеры порядка атомных. За пределами этой тонкой области сопряжения различно ориентированных зерен, искажения кристаллической решетки практически отсутствуют. Объемные или трехмерные дефекты поры и частицы выделений имеют макроскопические размеры во всех измерениях. В условиях кристаллизации, близких к равновесным, удается получить совершенные монокристаллы, не содержащие ни объемных, ни двумерных, ни одномерных дефектов. В то же время эксперимент и теоретические расчеты показывают, что при данной температуре кристалл всегда должен содержать некоторую равновесную концентрацию точечных дефектов, в частности вакансий. Дефекты, принадлежащие к различным геометрическим типам, по-разному влияют на свойства кристаллов и изучаются различными методами. Поэтому классификация дефектов по геометрическим признакам имеет далеко неформальный смысл. Рассмотрим кристаллическую структуру, содержащую одну краевую дислокацию. Произвольный контур вокруг ядра дислокации, проведенный через атомы неискаженной области кристалла, называют контуром Бюргерса. Такое же число трансляций вокруг бездислокационной области оставляет контур незамкнутым. Вектор, устраняющий невязку, называют вектором Бюргерса. Вектор Бюргерса краевой дислокации лежит в плоскости скольжения и перпендикулярен линии дислокации. Образование винтовой дислокации можно представить как результат сдвига частей кристалла по плоскости надреза. Как и в предыдущем кадре, построим контур Бюргерса. Соответствующий контур строится в совершенном кристалле. Невязку контура ликвидируем, замыкая его вектором Бюргерса. Вектор Бюргерса винтовой дислокации направлен вдоль линии дислокации. Поэтому винтовая дислокация определяет не одну, а семейство плоскостей сдвига, осью которых является линия дислокации. Область максимальных сдвиговых искажений составляет ядро винтовой дислокации. Кристалл, содержащий винтовую дислокацию, можно представить состоящим из атомной плоскости, закрученной винтом вокруг оси дислокации. Винтовое движение атомной плоскости вверх является одним из механизмов роста кристаллов. Реальные дислокации в кристаллах, как правило, смешанные, то есть имеют и краевую, и винтовую компоненты. Возможные векторы Бюргерса дислокации определяются типом кристаллической структуры и энергетическими соображениями. Дислокация называется полной, если ее вектор Бюргерса кратен вектору трансляции кристаллической решетки. Поскольку энергия дислокации пропорциональна квадрату вектора Бюргерса, то энергетически выгодно дробление полной дислокации на единичные, вектор Бюргерса которых равен вектору трансляции. По этой же причине в плотно упакованных структурах вместо единичной дислокации выгодно образование двух частичных. Векторы Бюргерса таких дислокаций меньше вектора трансляций. Сдвиг, осуществляемый частичной дислокации, нарушает порядок следования плотно упакованных слоев. Такое нарушение называют дефектом упаковки. С ним связана избыточная поверхностная энергия. Взаимное отталкивание частичных дислокаций стремится удалить их друг от друга. А силы поверхностного натяжения сблизить. Равенство этих сил определяет равновесную ширину дефекта упаковки, которая тем больше, чем меньше энергия дефекта упаковки. Из дислокации, расщепленной на две частичные, существуют специальные символы. Они отражают расположение экстра плоскости относительно плоскости скольжения и поэтому позволяют условно различать положительные и отрицательные дислокации. Дислокация образуется уже в процессе самой кристаллизации. Слитки и фасонные отливки из технических сплавов содержат не меньше 10 в 6, 10 в 8 степени дислокации на квадратный сантиметр. Кристаллизация на подложке, например, при вакуумном напылении, можно получить металлические пленки, содержащие до 10 в 12 степени дислокации на квадратный сантиметр. Деформация металла вызывает образование и перемещение дислокаций. При сдвиге краевая дислокация перемещается в плоскости скольжения без переноса массы. Такое движение называется консервативным. Винтовая дислокация перемещается только путем консервативного движения. В отличие от краевой, винтовая дислокация может легко обходить препятствия. Такой переход дислокации из одной плоскости скольжения в другую называют поперечным скольжением. Перемещение краевых дислокаций из одной плоскости в другую наблюдается только на развитой стадии пластической деформации. Перемещение краевой дислокации перпендикулярно плоскости скольжения называют неконсервативным движением. Оно требует переноса массы и происходит путем переползания дислокации за счет образования и поглощения вакансий. Упругое взаимодействие. Пересечение дислокации приводит к образованию различных дислокационных структур. В качестве примера рассмотрим пересечение двух винтовых дислокаций. При пересечении на линиях каждой дислокации образуется порог, равный вектору Бюргерса другой дислокации. На участке порогов векторы Бюргерса оказываются перпендикулярными линиям дислокации, то есть имеют краевую ориентацию. Краевой порог может свободно перемещаться только в своей плоскости скольжения, то есть вдоль линии дислокации. Скольжение винтовой дислокации может сопровождаться либо переползанием краевого порога, либо генерацией цепочки вакансий. Реальные, содержащие дислокации кристаллы, обладают повышенной упругой энергией. При нагреве растет подвижность дефектов и происходит их взаимодействие, снижающее упругую энергию кристалла. Происходит аннигиляция дислокаций разного знака и выстраивание одноименных дислокаций в стенке, представляющие собой двумерный дефект. Такие стенки или субграницы разбивают кристалл на фрагменты, развернутые на угол до 10 градусов. При формировании структуры реального кристалла важную роль играют точечные дефекты. Вакансии при диффузии дрейфуют к ядру дислокации через область сжатия. Взаимодействие точечных дефектов с дислокацией сопровождается образованием ступенек на ее линии. Атомы примесей также дрейфуют к дислокации. В результате вокруг ядра образуются примесные атмосферы, тормозящие движение дислокации. При отжиге неравновесных, закаленных или созданных облучением вакансий возникают би-вакансии и более сложные комплексы. Рост вакансионных дисков в кристаллических решетках, более сложных, чем простая кубическая, также приводит к образованию дефектов упаковки, областей нарушения чередования атомных плоскостей. Эта область ограничена неподвижным линейным дефектом, так называемой сидячей дислокацией. На электронно-микроскопических снимках такие дефекты дают контраст в виде петли. Рост вакансионного комплекса может приводить к образованию микропустот, которые при разрастании переходят микроскопические дефекты поры. Микропоры могут служить зародышами трещин. К образованию трещины может также приводить скопление дислокации около препятствий. В дислокационных скоплениях происходит суммирование напряжения от упругих полей искажений, связанных с каждой отдельной дислокацией. Это создает необходимую для разрушения концентрацию напряжений в голове скопления. Теоретическое и экспериментальное изучение дефектов кристалла основа для создания высокопрочных материалов и технологии их обработки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...